Коллеги, мы начинаем сегодняшний вебинар. Я очень рада, что у вас все в порядке с ослышимостью и вы видите нашу картинку. Давайте начнем. Сегодня тема нашего вебинара посвящается особенностям автоматизации Dark Store складов. В качестве ведущей сегодня выступлю я, Кошелева Оксана, я являюсь менеджером по работе с клиентами в компании Axelot и Владимир Моник, он является руководителем проекта по MySystem, нашей компании. Давайте я ознакомлю вас с нашим главным сегодняшним вебинаром. Я расскажу о компании, Владимир расскажет про особенности автоматизации Dark Store складов и мы ответим на ваши вопросы. Хочу обратить внимание, что в течение нашего вебинара чат мы выключим. Вы можете свои вопросы написать позже, когда уже мы перейдем к этому блогу. Если вдруг в течение вебинара у вас возникнут технические сложности, не будет слышно, не будет видно, то вам нужно будет обновить страницу и все дальше заработает. Давайте познакомимся с нашей компанией. Мы на рынке уже более 22 лет и в штате нашей компании более 200 сотрудников. Наш офис находится в трех городах. Центральный офис находится в Москве, есть офис в Кирове и Красноярске. Большой штат сотрудников нашей компании позволяет выполнять ежегодно порядка 100 проектов, а то и более. Реализованы наши проекты в 12 странах, и это не предел, мы стремимся к большему. Что касается нашей компании, то мы за все время нахождения на рынке выпустили уже порядка пяти поколений систем ВМС и четырех поколений систем ТМС. В рамках нашей компании после завершения проекта мы также оказываем и услуги технической поддержки, консультационные услуги по поддержке пользователей в режиме 24 на 7, еще и потому, что у многих заказчиков гласточные склады или же, например, заказчики наши находятся территориально в разных часовых поясах, и такая поддержка им становится очень полезна. Что касается развития наших решений и инноваций, то мы вкладываем порядка 10% выручки компании именно в это направление. Давайте я познакомлю вас с теми услугами, которые мы можем вам предложить. В первую очередь, конечно, это автоматизация сводской и транспортной логистики. Также мы оказываем услуги по логистическому консалтингу, поскольку когда заказчики к нам приходят, то не всегда сразу же возникает задача, задача, связанная с автоматизацией. Бывает такое, что нужно привести процессы в порядок и обратиться к нам за каким-то экспертным мнением, да, для того, чтобы понять, как мы двигаемся дальше и когда мы приступаем уже непосредственно к автоматизации процесса. Также мы автоматизируем и контейнерные терминалы. Что касается нашей поддержки, опять же, хочу обратить внимание, что она немаловажна, поскольку после завершения проекта заказчик должен для себя определить, каким образом он будет поддерживать решение, либо обращаясь к нам в компанию, либо же непосредственно создать у себя внутри центр компетенции. Либо же это будет какая-то гибридная поддержка, что тоже имеет место быть. В наш проект, безусловно, мы поставляем также еще и оборудование, которое требуется. Это оборудование для штрих-кодирования. Плюс у нас есть партнера, который, я скажу чуть дальше, который занимается поставками и складской техники, и складского оборудования. Мы делаем проекты под ключ. Мы являемся разработчиком решений ВМС от МС, и последние поколения систем, они разработаны на логистической платформе AxiolTX. Что это означает? Это означает, что это схожесть интерфейсов, это удобство в использовании, это непосредственная симпатийная модель, легкая интеграция. То есть, по сути, приобретая решения ИМС от МС, вы автоматизируете ваше предприятие. Давайте подробнее остановимся на наших решениях, поскольку сейчас особенно актуальна оптимизация затрат, в частности, логистики. Расскажу вам про решения AxiolTX. Разработано данное решение на платформе современной 1С-предприятии 8.3, имеет открытый код, что позволяет вам в дальнейшем самостоятельно адаптировать систему, подменяющую сериали и процессы вашей компании, и дает вам определенную гибкость. Преимущество данного решения в том, что это разнообразный функционал, что это повышение быстродействия работы системы, что в настоящий момент в системе есть все необходимое для того, чтобы пользователю было удобно как настраивать систему, так и работать в ней. То есть, это удобство и гибкость интерфейса. Также хочу обратить внимание на то, что у нас сейчас мобильный клиент может работать в режиме и онлайн, и оффлайн. Это накопление данных, что очень удобно в случае, если у вас пропала связь и Wi-Fi, то сотрудник может продолжить работать, не останавливая выполнение своего задания. Также хочу обратить особое внимание на систему Xlot MS4 в связи с последними реалиями, с которыми мы с вами столкнулись. Очень сейчас заметен всплеск заказов интернет-магазинов. Собственно, доставка этих заказов также очень важна, чтобы она происходила в срок, чтобы качество доставки тоже было на уровне, потому что от этого зависит, вернется к нам клиент или нет. Поэтому мы готовы вам предложить повысить оперативность доставки меньше, чем за месяц с помощью нашего решения. Вы сможете и повысить точность формирования заказов, и непосредственно правильно спланировать так, чтобы доставка была вовремя, и проконтролировать работу водителей, чтобы они вовремя доставили груз, или если возникает какая-то проблема в доставке, оперативно вам об этом сообщили. То есть, по сути, здесь мы говорим про повышение качества сервиса. Особенно это важно, когда мы говорим про интернет-заказы. Помимо основной нашей деятельности, про которую я уже рассказала, это автоматизация с водской транспортной логистики, у нас есть еще одно направление деятельности, связанное с учебным центром и библиотекой Аксио. Мы анализируем рынок мировых экспертов, которые выпускают литературу по логистике, переводим эту литературу и представляем нашим российским потребителям, безусловно, еще и учитывая опыт российских предприятий, что тоже очень важно. Проводим курсы, на которых наши мировые эксперты могут вам рассказать и поделиться опытом, который вы можете использовать уже и в своих целях, и в своих предприятиях тоже. Наши партнеры. Яндекс.Магс.Асси, Ситититит – это партнеры, которые предоставляют картографический сервис, и мы их привлекаем в наши проекты по транспортной логистике. Компания 1С, понятно, наш самый старый партнер, мы начали с ним работать с 98-го года и продолжаем по сей день. Что касается Аксио, Тех, Граду, Медитрион, эти компании входят в группу компаний Аксио. Аксио Тех непосредственно поставляет оборудование ведущих мировых производителей, Зебра, Экстрим, а также складской техники. Здесь хочу еще тоже акцентировать внимание на том, что Аксио Тех подбирает оборудование непосредственно для каждой складской площадки и для потребностей транспортного подразделения, поскольку у каждого есть свои особенности. Есть особенности температурных режимов, особенности, связанные с конфигурацией складского комплекса и так далее. Все это нужно учитывать для того, чтобы подобрать нужное оборудование и предложить наиболее интересное решение нашему заказчику. Наши клиенты – это, пожалуй, наш самый интересный, любимый слайд, поскольку вы можете обратить внимание, что мы автоматизируем склады и автоматизируем транспортную логистику совершенно в разных областях. Это и малый, и средний, и крупный бизнес, это совершенно разные отрасли. Наши экспертизы есть, пожалуй, везде, где требуется автоматизация данных процессов. Здесь я хочу акцентировать внимание на наших клиентов электронной коммерции. Непосредственно здесь интернет-магазины, которые сейчас как раз и имеют большой всплеск заказов. И здесь мы делали автоматизацию транспортной логистики по доставке товара к конечному покупателю. И непосредственно здесь мы говорим про премьер-глубус, это гипермаркет, продуктовый ритейл, который как раз и тоже в первую очередь обратился по теме Darkstore, связанного с отбором и посредством в гипермаркете, да, и дальше уже доставкой товара. Вот, хочется сказать, что Darkstore – это тема очень интересная для российских реалий и в то же время очень новая. Поэтому здесь принцип следующий, что мы должны быть ближе к нашему покупателю. Вот, поэтому распределительные центры, которые находятся очень далеко, они требуют дополнительной логистики, дополнительных затрат, поэтому здесь уже рассматривается несколько иной формат. Ну, и как раз мы переходим к Darkstore. Вот, и здесь можно сказать, что технологии, которые применяются в этом формате, могут быть разные, в том числе использование роботов, например, на собственном производстве, когда мы говорим про сбор заказов, а дальше перемещение в зону, где уже сотрудники эти заказы сортируют. Мы сейчас делаем пилотный проект в Домоте, вот, где, собственно, такую технологию предлагаем. Что касается темы текущего вебинара, то здесь мы сейчас обратимся в практику непосредственно нашу, и я хотела бы передать слово своему коллеге Владимиру Моневу. Оксана, спасибо. Коллеги, еще раз добрый день. Меня зовут Владимир Монев, и я являюсь руководителем проекта в компании Xlot. И сегодня расскажу вам про Darkstore, их особенности и автоматизацию. Кратко, что же такое Darkstore. Darkstore или темный магазин можно назвать неким гибридом склада и супермаркета, но, как правило, закрытого для покупателей и торгующего товарами повседневного спроса продуктами питания, бытовой химией, средствами личной гигиены и любыми другими товарами, которые вы можете встретить в привычном вам магазине. Кроме, конечно же, табака и алкоголя, по состоянию на июле 2020 года реализация таких товаров в онлайне запрещена. Также некоторые крупные гипермаркеты предлагают товары собственного производства, выпечку, салаты, готовые блюда, и исключают из своего ассортимента крупногабаритные, неходовые и дорогостоящие товары. Одежду, посуду, электронную технику, садовый инвентарь и прочее. На слайде представлены форматы Darkstore. Они не являются признанными, но все же явное деление присутствует. Я их разделил на четыре. Это распределительный центр, закрытый магазин, открытый магазин и сервисы доставки. В чем разница закрытого и открытого магазина? В закрытом нет ни одного покупателя, а в открытом сборка проводится в торговом зале, по которому ходят рядовые клиенты. Думаю, что многие из вас уже ими пользовались или пользуются на постоянной основе хотя бы одной из перечисленных компаний, особенно если вы проживаете в Москве и Московской области. Я лично иногда заказываю на дом. Но и экспансия Darkstore по стране тоже уже активно идет, и компания расширяет географию своего присутствия. Направление очень быстро развивается. На рынке сейчас, конечно же, больше компаний, чем на этом слайде. Но выделил те, которые сейчас в основном на слуху. Компании экспериментируют и комбинируют форматы, разрабатывают различные каналы продаж. И утверждать, что та или иная компания представлена только одним форматом, я не буду. Да, это не совсем корректно. Но сегодня для визуализации представления вполне уместно. С сервисом доставки время уделять не будем, так как они базируются не на своих площадях. И тем не менее, использование ВМС для процесса сбора заказа в них схож с форматом открытого магазина. Про это поговорим чуть позже. А пока про технологические особенности остальных форматов. Darkstore формат RC не сильно отличается от распределительного центра интернет-магазина. Он обычно также расположен за пределами города, что увеличивает время доставки заказа до клиента. Имеет большие площади и приличную высоту. Выделенные температурные зоны и зоны хранения. И в нем обычно используются классические для склада стеллажи. Фронтальные палетные, полочные, мезонин. Также могут использоваться конвейерные системы и высотные автоматизированные склады, так называемые хайбэй. Закрытые магазины располагаются в густонаселенных жилых районах, максимально близко к своим клиентам. И за счет короткого плеча сильно сокращается время доставки. А это, как мы понимаем, важнейший фактор при доставке продуктов питания. Я лично, как клиент, не хочу долго ждать своего заказа. Да и по размерам такие дарксторы сильно меньше распределительных центров. От небольших магазинов у дома до среднего размера супермаркета. При таком формате практически не используются палетные стеллажи. Если только в буферной зоне, она же зона приемки и накопления. В основном применяется типовое торговое оборудование и полочные стеллажи. Здесь и на других фотографиях вы как раз можете их увидеть. Что касается открытого магазина, то он и так уже расположен в нужном месте и уже имеет все необходимое оборудование. Иногда даже персонал самого магазина используется как комплектовщики и курьеры. Дарксторы такого формата похожи на магазины, только расположение групп внутри чуть более рациональное. От тяжелого к легкому и заканчивая холодными измороженными продуктами. Мы с вами не маркетологи и нам не нужно проводить человека по всему лабиринту торгового зала в надежде, что его взгляд зацепится за какой-то товар и он совершит незапланированную покупку. Совсем коротко про технику. Думаю, что здесь и так все понятно. На РЦ много различной дорогой техники для обеспечения всех внутренних процессов от длинных перемещений до высоких подъемов. А в магазинах ее мало и она нужна только для разгрузки каких-то незначительных перемещений и невысокого подъема и то не всегда. С терминалами все тоже достаточно стандартно и одинаково. Здесь я имею в виду процесс отбора. На складах при работе на технике часто используют дальнобойные ТСД или промышленные компьютеры в связке со сканером, который крепится в кабине водителя. При отборе же используются ручные модели, в основном без пистолетной рукояти, которые можно либо повесить на шее, либо убрать в карман. Или другие носимые устройства со сканером в виде кольца. На фото справа как раз комплектовщик с таким девайсом совершает отбор. Есть ли альтернативы ТСД? Да, можно использовать конвейерные системы, голосовой отбор, он же PIG BY VOICE, но это больше применимо к формату RC и для больших объемов. Рекомендовать не стану, скажу лишь, что нужно все хорошо анализировать и считать. Иногда дешевле запустить толпу людей, чем городить автоматизацию. Пару слов про тару. Весь отбор идет в пластиковые пакеты, причем они могут быть разных цветов. Это чем-то похоже на японский канбан. Цвет помогает быстро определить, где какая продукция находится. Например, в белый пакет складывают товары с обычным комнатным температурным режимом, в голубой товары, которые нужно будет убрать в холодильник, в желтые товары замены, если комплектовщик вдруг не нашел нужный товар и заменил его на аналог, а в красной, в помятой упаковке или с оставшимся сроком годности менее 50%. Варианты использования цветовой идентификации могут быть разные, все зависит, конечно же, от решаемых задач. И, казалось бы, такая простая вещь, но как сильно она упрощает передачу заказа клиенту и улучшает клиентский сервис. Термопакеты. Естественно, они нужны, чтобы сохранить холод во время доставки. Они не дешевые, поэтому потом, после доставки, возвращаются на склад. Все пакеты в процессе отбора помещаются в пластиковые контейнеры, боксы и лотки. Кому как удобнее их называть. Думаю, вы уже могли их видеть на фотографиях. Боксы являются основной транспортной тарой и нужны, чтобы быстро производить отгрузку и передачу клиенту в момент доставки. Сами же боксы располагаются на специальных тележках для сборки. Боксы и тележки используются в основном в распределительных центрах или больших закрытых и открытых магазинах. Небольшие же дарксторы используют пластиковые или крафтовые пакеты и обычные продуктовые тележки и термосумки для доставки. Это были, наверное, главные технологические особенности дарксторов. Как вы видите, технологически они не так глобально отличаются от обычного склада интернет-магазина. Перейдем к внутренним процессам. Начнем, конечно, с входящего потока. Принять продукцию в ВМС мы можем как классическим способом, через количественный и качественный пересчет каждого товара, так и доверительно, с минимальным количеством действий сотрудника. Когда информация о составе каждого поддона приходит из ERP в ВМС, ее должен заранее передать поставщик и свою учетную систему. Как альтернативный вариант – приемка по структурному штрих-коду, в котором сразу кодируется информация о товаре, его количестве, дате производства или сроках годности. Кодировка может быть в произвольном формате или в международном формате SSCC-кода. Если видно, то в правом углу как раз представлена этикетка с такой кодировкой. Естественно, предварительно нужно будет договориться с поставщиком о подобной котировке и маркировке, если она у него отсутствует. После приемки товар нужно куда-то разместить. Для небольших дарксторов зона приемки у них небольшая и служит как буфер накопления. Используется технология приемки сразу в места отбора без предварительного размещения. В этом случае исключается лишняя операция. Либо планирование и создание задач на раскладку уже из зоны приемки, когда один сотрудник принимает товар на поддоны, а другой, собственно, с этих поддонов размещает. Для дарксторов побольше, у которых есть полноценные зоны приемки и хранения, применяются планирование и создание задач на размещение палет целиком с гибкими настройками для создания множества разнообразных условий по оптимизации пространства и пробегов. При этом могут использоваться транзитные зоны и размещения с раскладыванием. Один кладовщик принимает товар на палеты в зоне, система по настроенным условиям и алгоритмам создает задания на их перемещение в транзит, которые выполняет водитель на технике, и после перемещения палеты в транзит система создает задания разложить этот товар с палетой по полкам мезонином. Пополнение зоны отбора. Предварительное пополнение – это когда при достижении минимального количества товара в ячейке отбора в системе автоматически создается задание на пополнение до уровня, например, трехдневного запаса для популярных товаров и до целого короба для малооборачиваемых. Если случается всплеск спроса продаж товара, который не смогли предсказать аналитики, например, все резко стали закупаться гречкой, и товара в зоне отбора оказалось недостаточно для обеспечения всех заказов, тогда ВМС отрабатывает пополнение под потребность заказов, анализируется остаток в ячейке, суммарное количество в заказах и на разницу создается задание на пополнение. Вытеснение. Оно в Dark Store практически не используется и нужно в основном в формате RC и в зоне коробочного отбора. Когда для пополнения не хватает места, то из зоны отбора создается задание на перемещение палеты с неходовым товаром в зону хранения, а на ее место планируется перемещение уже нужной в данный момент продукции. Уплотнение или компрессия применяется для объединения одного и того же товара, находящегося в разных ячейках, или, например, для объединения товаров с одним классом оборачиваемости. Если взять тот же пример с гречкой, и она стала неожиданно из неходового товара популярным, то для сокращения пробегов комплектовщиков создается задание на ее уплотнение и перемещение ближе к популярным товарам. Для открытого магазина, если в нем не используются комплексные логистические решения, процессы приемки, размещения, пополнения и некоторые другие внутренние операции отсутствуют. Ими занимаются, как правило, сотрудники офлайн-магазина. Исходя из этого, в DarkStory такого формата не ведутся остатки. Они появляются магическим образом в процессе планирования отбора. За эту магию спасибо нашим разработчикам. Что касается технологии отбора. Групповой отбор – это когда выводится большой объем товара под несколько заказов в специальную зону, и в ней уже начинается сортировка по этим конкретным заказам. Эта технология применяется только в DarkStory формата RCA и не пользуется особым спросом, так как клиенты редко заказывают целыми упаковками, им нужно очень много места для процесса штучной сортировки, что не очень выгодно в условиях DarkStory. Небольшие открытые и закрытые магазины применяют технологию по заказному отбору. Это обусловлено небольшими площадями самого магазина и временем доставки. Если DarkStory, который находится у вас в районе, и доставляет за 20-30 минут, то быстрее собрать один заказ и передать его в доставке пешему курьеру или курьеру на велосипеде, чем дожидаться, когда соберется 10 разных заказов. DarkStory покрупнее, время доставки которых измеряют часами, собирают заказы кластерным методом. Один комплектовщик собирает несколько заказов. Суть кластерного отбора – это формирование кластеров заказов и отбор одного кластера одним сотрудником с одновременной раскладкой товаров по лоткам. Комплектовщик в процессе отбора сканирует штрих-код товара и на экране ТСД отображается номер лотка, в который нужно положить данный товар. Таким образом, за один проход комплектовщик собирает сразу несколько заказов. Вы уже могли видеть фотографии комплектовщиков с тележками и лотками на других слайдах. В открытых DarkStory из-за невозможности оперативного введения остатков по торговому залу ходят клиенты, которые тоже отбирают товар с тех же полок, что и комплектовщики. Часто встречаются ситуации, когда заказанного товара нет, либо он закончился, либо его еще не успели выложить на полку. Для этого клиенту на этапе заказа предлагаются варианты решения таких ситуаций. Как видно на скриншоте, я доверился выбору сборщика и в моем заказе йогурт-активе он заменил на йогурт-слобода в той же ценовой категории. В DarkStory других форматов ВМС в режиме реального времени знает текущий остаток, который посредством обмена транслируется на сайт интернет-магазина и ситуации с нехваткой товара сведены к нулю. Немного отвлечемся от презентации и я покажу вам, как выглядит процесс отбора в системе ВМС. Сейчас я симулирую пару небольших заказов и запущу обмен. После оформления заказов на сайте или в приложении они передаются в ВМС. В зависимости от процессов заказы могут либо передаваться сразу, либо волнами за несколько часов до доставки, чтобы максимально исключить клиентские корректировки или отмену. В ВМС заказ сразу же планируется к отбору, как в моем примере, или может планироваться по настроенному расписанию к какому-то времени. Создаются задачи на отбор, никаких действий при этом сотрудник не выполняет, все происходит автоматически. После планирования задача попадает в общий пул и доступна для выполнения первым освободившимся комплектовщиком. В ВМС можно выполнять отбор как по заказанному, так и кластерному, об этом я уже говорил ранее. Сами задачи можно разбивать на группы или рабочие потоки, выделять отдельно какие-то категории товаров. Например, можно выделить отдельно непродовольственные товары или фрукты и овощи. Сотрудник на ТСД заходит в нужный ему рабочий поток и получает задачу. Берет тележку с пустыми боксами, они уже заранее штрихкодированы, и пакетами, и направляется за первым товаром в нужную ячейку по маршруту обхода. После того, как сотрудник подошел к ячейке, для дополнительного контроля можно включить в настройках обязательное сканирование штрихкода самой ячейки. Комплектовщик может посмотреть на фотографию товара для быстрого определения и далее сканирует штрихкод товара. Для весового товара в МС присутствуют нормы отклонения, потому что в точности заказанный вес нам попасть вряд ли удастся, и больше или меньше этих норм отобрать у нас не получится. Далее система предлагает отсканировать контейнер, в который будет размещен этот товар. После сканирования штрихкода контейнера в этот момент сам контейнер привязывается к заказу и все следующие товары этого заказа будут уже идти в него. Если бокс уже заполнился, то комплектовщик может отсканировать любой другой пустой. Сканируем дальше. и повторяем эту нехитрую последовательность до завершения всех задач. сканируем инжир. Контейнер. Инжир у нас представлен в нескольких заказах, поэтому для отбора нужно отсканировать его еще раз. и другой бокс по другому заказу. После завершения всех задач на отбор ВМС подсказывает место в зоне хранения готовых заказов согласно температурному режиму товаров. Не требующие особых условий хранения размещаются в обычную зону, а остальные либо в холодильник плюс два, плюс четыре, либо в морозильную камеру. Если в зоне хранения готовых заказов уже есть контейнер с аналогичным заказом, то ВМС предложит объединить их вместе. Сканируем контейнер и сканируем все в код ячейки. После размещения всех контейнеров комплектовщик получает следующие задачи и так до того момента, пока они все не закончатся. Когда заказ отобран, информация о финальном составе отправляется в систему управления сайтом для халдирования денежных средств с вашей карты. Финальная сумма спишется уже после получения заказа клиентам. Весь процесс с точки зрения исполнителя достаточно простой и не требует квалифицированных навыков. После того, как клиент зарегистрировался в зоне самовывоза, создаются задания на перемещение всех контейнеров по его заказам в зону выдачи. И сотрудник с помощью терминала сбора данных может произвести выдачу или корректировку заказа на месте. Сканируем контейнер, который выехал. И здесь мы видим, какое количество боксов у нас по данному заказу. при необходимости мы можем его скорректировать. Например, клиент отказался от инжира. после этого жмем на кнопку завершить. И, собственно, выдача завершена. В данном случае заказ не оплачен. Просьба пройти с клиентом на кассу для его оплаты. Контроль и упаковка. От обязательного 100% контроля всех заказов компании все больше начинают отказываться, так как ошибки при отборе стремятся к нулю и становится невыгодно держать отдельный персонал для этого процесса. И все больше предпочитают использовать выборочный контроль, при котором контролер самостоятельно выбирает, что контролировать, либо ВМС с помощью настройки процента заказов к проверке. Например, 10% из всех заказов должны быть обязательно проконтролированы. Создает задания на проведение контроля. Такие задания обычно выполняются на рабочем месте, представляющем из себя стационарный компьютер со сканером штрих-кодов. Также в процессе контроля может происходить переупаковка в крафтовые пакеты. Сопроводительная документация печатается либо после завершения отбора комплектовщик сканивает штрих-код принтера и документ сразу идет на печать. Либо после проведения перепаковки, либо автоматически непосредственно перед отгрузкой. И классическая инвентаризация, плановая по зонам ячейкам товара, срочная при возникновении проблем или при прохождении через ноль. Если после отбора в ячейке не должно остаться товар, то система запрашивает у сотрудника подтверждение, что ячейка стала пустой. Если сотрудник не подтверждает, то создается задание на инвентаризацию. Циклическая инвентаризация это создание задач по расписанию. Но и изменение качества товара. Например, при достижении остаточного срока годности в 20% система меняет качество и товар становится недоступен для отбора. Если брать для примера все тот же йогурт, если осталось всего два дня до истечения срока годности, то внимательный покупатель точно не возьмет его и вернет обратно в магазин. Таким образом, этими настройками можно минимизировать риски возврата продукции. Ну, а если срок истек, то для списания. Открытые магазины, кроме доставки, предлагают получение заказа самовывозом. При этом клиент может оплатить заказ прямо на месте. Для этого по требованию законодательства обязательно должна быть возможность оплаты наличными, что решается установкой специальных терминалов оплаты. Покупатель может отказаться от товара, если он ему не понравился по внешнему виду или по другим критериям. Взять, опять же, сроки годности. То же самое с доставкой. Только при самовывозе корректировку заказа делает сотрудник через ТСД и сразу в МС, а при доставке курьер через мобильную кассу или специальное приложение на телефоне. И информация моментально уходит в систему. Когда доставку до клиента осуществляют сторонние службы, например, служба такси, то отмена товара происходит через колл-центр. И существуют внутренние правила минимальности стоимости возврата. Например, если стоимость непринятых товаров менее 300 рублей, то товары остаются у покупателя. Потому что стоимость их доставки обратно сильно больше стоимости самих товаров. Схема не очень выгода, но каждый сам для себя разрабатывает собственные регламенты или дополнительные купоны и скидки на следующую покупку и борется с такими инцидентами. А уже после получения заказа покупателем в МС автоматически происходит фактическая отгрузка и списание. Работа Таркстора, как и работа интернет-магазина связана со сложной интеграцией множества систем. И начинается все не с сайта или приложения, в котором клиент оформляет заказ, а с нормативно-справочной информации по товарам и клиентам. Если по товарам, то это название, штрих-коды, температурный режим, цена, фотография и весогабаритные характеристики, то по клиентам это телефон, электронная почта, номер карты, лояльности, адрес доставки и так далее. Все это фундамент, на котором дальше будет построена вся работа. Из-за большого ассортимента товаров и количества клиентов для систематизации и нормализации таких данных используют специализированные МЗМ-системы. Я как раз расположил ее в правом верхнем углу. Дальше идет система управления сайтом и интернет-магазином, которая в свою очередь интегрируется с приложениями на телефоне, с банками для онлайн-оплаты, с агрегаторами такси для расчета стоимости доставки, с ВМС для сборки заказов и с ТМС для планирования собственными машинами. Это левая часть схемы. К слову, ТМС в DarkStore тоже имеет одну из ключевых ролей. Быстрое и правильное планирование маршрутов доставки с минимальным временем исполнения и максимальной утилизацией это то, без чего бизнес доставки сегодня не может существовать. Такие объемы планирования просто невозможно прочитать руками и в короткий срок. Кто пробовал строить маршруты самостоятельно, тот знает, как это сложно и долго. И бывает не совсем нестандартная интеграция на узле ВМС-ПОС, когда нужно напрямую обмениваться информацией с кассовым сервером, но эти задачи тоже вполне себе решаемые. Эти и другие системы связаны друг с другом и постоянно обмениваются информацией, как при изменении статуса заказа, при изменении его состава, для планирования маршрутов доставки, для отражения учета и специальных денежных средств. И связать все это воедино без шины данных не получается. А скорость и надежность обмена в таких проектах очень существенно влияют на сам бизнес и на клиентский сервис. Ну и как заключение на слайде прогноз аналитиков по мировому рынку электронной коммерции я использую его здесь для привлечения внимания. Сейчас мы с вами можем наблюдать, как постепенно меняются покупательские привычки, как формируется новый рынок продуктового ритейла, как игроки активно занимаются развитием своих дарксторов и их масштабированием и понемногу начинают борьбу с офлайн-магазинами и своими конкурентами за потребителя. Конечно, обычные походы за быстрыми покупками в магазину дома и поездки для пополнения недельных запасов с прогулками по рядам и квестами по поиску товара и участием в промоакциях они все равно останутся. Но пандемия показала, что запрос на онлайн большой и даже после снятия ограничений он продолжает расти. А как вы знаете, продуктовый ритейл просто так не начинает новые масштабные проекты. Итак, WMS для дарксторов. Есть ли в этом объекте что-то совсем нестандартное для системы? Конечно, дьявол кроется в деталях. В каких-то случаях не ведутся остатки. Где-то есть свои тонкости с процессами. Интеграция сложнее, чем привычный всем треугольник ERP, WMS, WMS. Но даркстор это склад. И процессы в нем происходят складские. Хоть он и часто выглядит как магазин. Ну что, коллеги, тогда мы завершаем. Еще раз спасибо вам большое. Тогда до связи и, надеюсь, до встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова